Один из Сансов с тяжёлой судьбой носит чёрно-белую одежду, в центре которого белый крест. Да, на его одежде и обуви присутствуют кресты. Я говорю о Кроссе. Этот никнейм он получил от Фриск из его же альтернативной вселенной. Всем привет! В этом видео я расскажу о Сансе из вселенной Икстейл. Кросс более серьёзный Санс. Он больше не любит шутки и кетчуп. Зато он обожает тако и шоколад. Хотя, скорее всего, шоколад он полюбил, когда дух Чары вселился в него. С начала появления вселенной Икстейл Санса не было. Были только Фриск, Чара и Иксгастер. Он появился, как и остальные, в результате создания нового таймлайна при помощи Иксгастера, который обладал необычной душой создателя. Иксгастер создал способность перезаписывать таймлайн, что портило жизнь Фриску и Чаре на протяжении всей истории Икстейл. Во втором таймлайне Фриск и Санс подружились, но Гастер решил, что в его мире слишком много счастья, и он решил убить Асгора, с которым часто общался Чара, и Санса, с которым дружил Фриск. Как и остальные таймлайны, вскоре и этот был переписан. Всего их было 10. В каждом из таймлайнов Чара и Фриск переманивали по одному ключевому персонажу на свою сторону, чтобы одолеть Иксгастера и остановить создание новых таймлайнов. В седьмом таймлайне Иксгастер создал свой эксперимент. Это Фриск с духом Чара внутри тела и с половиной души Иксгастера. Таким образом, Фриск тоже научился перезаписывать таймлайн. В десятом таймлайне человек попытался убить себя любыми способами, чтобы у Иксгастера пропало желание ставить опыты над ним. Но эта идея провалилась. Монстры решили в качестве защиты Фриск нанять Королевскую Гвардию. К ней присоединился Иссанс. Тогда он успел получить свою знаменитую униформу Королевского Стража. Как он сам говорил, ему она не нравится, но он и до этого носил Королевскую Одежду. Но она была другая. За всё время жизни в десятом таймлайне, Санс часто спасал Фриск от нападения людей. Они часто проводили время вместе и вскоре снова подружились. Тогда Фриск пытался с помощью перезаписи заставить Санса убить его, но ничего не получалось. Потом он решил попросить его лично. Он пытался убедить Санса в том, что Иссгастер должен прекратить свои эксперименты и не издеваться над Фриск и Чарой. Но Санс не видел в этом здравого смысла и не хотел калечить своего друга. Дело зашло слишком далеко. Фриск и Чара вернули память с помощью перезаписи тем, с кем они общались и дружили на протяжении всех таймлайнов. Так как Санс отказался помочь Фриск, все остальные решили избавиться от него. Но он выжил. Он смог неожиданно ворваться в тот момент, когда персонажа схватили Иссгастера. Он испортил их план, убил всех, кого только смог. В живых остались только Иссгастер и его ассистент Альфис, которые сбежали в мультивселенную. И Санс с призраком Чары внутри своего тела. Когда Кросс забрал душу Фриск, он пытался поглотить её, чтобы воспользоваться силой перезаписи и воссоздать новый таймлайн. Но Иссгастер предусмотрел этот момент, и Кросс не получил дар перезаписывать, и даже возможность сбрасывать таймлайн. Только дух Чары остался с ним. От его мира остался только белый лист. На крики помощи и слезы отчаяния откликнулся Инг, который прибыл в его мир и начал общаться с ним. И затем началась история Андереверс. Кросс, как и обычный Санс, может атаковать костями и вызывать гастербластеры. Также он способен телепортироваться на небольшую дистанцию и пользоваться знаменитой синей магией. Когда Кросс имел совмещенную душу вместе с Чарой, его способности преобразились. Он научился вызывать ножи и особенно гигантский нож, который Икс Гастер специально создал для них. Также Кросс мог телепортироваться между вселенными и забирать их основные коды. Но способен был на это только с помощью Духа Чары. Так как Кросс мог читать код других вселенных, он мог заражать персонажей и заставлять их сражаться на его стороне. Это было наглядно продемонстрировано в Андереверс 0.2. В первом сезоне Андереверс его правая глазница светилась красным цветом, что означало, что его душа наполовину красная. Также под правым глазом был шрам, который оставил Фриск в 10-м таймлайне Икс Тейл, и даже после сброса этот шрам не пропал. Но в Андереверс 0.4 Кросса вернул к жизни Икс Гастер, тогда шрам у него уже исчез. Во втором сезоне Андереверс Кросс вместо огромного ножа будет носить два костяных клинка с перевязанными черной лентой рукоятками. Ну и конечно, немалоизвестный факт, Кросс и Эпик Санс лучшие друзья. Возможно, их дружбу мы увидим в будущих эпизодах Андереверс. Вот такая богатая история у данного Санса. Напишите в комментариях, о каком следующем Сансе стоит рассказать в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, можете даже поделиться этим видео с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok